Субтитры создавал DimaTorzok Как вы относите этот новый статус, что у вас есть? Что еще раз? Как вы относите ваш новый статус как звезда? Я не звезда, еще раз говорю. Можно добавить... Допустить информацию вам, что будет интересно для людей, которые посмотрят ваши интервью с роликом. А что именно их интересует? Лично интересует. Как у вас хобби, положение, семью? Так, сколько мне лет? Ага. Так, я мужчина средних лет. Что еще интересует? Кстати, у вас только что был день рождения. Да, только что был день рождения, да. А как это был? Нормально. Как вы праздновали этот день рождения? Праздновал день рождения, ну как... По-боевому сели... Сели за стол, посидели с друзьями. Выпили символическую бутылку коньяка. И все. Вот и все, день рождения. Поели картошки и мясо. Правильно говорить, что вам любят шутить на передовой. Ну да, вот недавно мы тоже были на передовой и тоже шутили, когда по нам танк стрелял. Но, к сожалению, видео получилось не очень высокого качества. Гриша с нами не было. И снимали на планшетник, и поэтому видео получилось не очень качество. А почему вы не звонили меня? А Гриша почему не берем? Ну потому что Грише мы говорим, это делать нельзя. Гриша это делает. Поэтому Гришу и не взяли с собой. Ясно. А что будет в этом году, Олгум? Что мы должны ждать? Я жду разрешение от... Вот, видишь, тут взорвалось немножко. Вот. Вот, мы хотели, Гриша, это у тебя на голове взорвать, но, видишь, решили... Хорошо. Еще раз выложишь видео с моими бойцами без балаклав, это там взорвем у тебя на голове. Да, да, пристой, пристой, пристой. Что? Вот. Олгум, у вас есть комментарии, что президент Луганск на данный момент по поводу Бэтмен? Бэтмен, наверное, действует там в Луганск. Как ваше мнение... Ну, меня вот тоже сейчас спрашивают по поводу Бэтмена. Прошла информация, что Бэтмен погиб, но я, к сожалению, пока не владею этой информацией. Вот, сейчас будем созваниваться с Луганском, объяснять правду это или нет. А как здесь, как ваша позиция, ваше действие, и что будет дальше? Ну, я говорю еще раз это самое. В новогоднюю ночь укропы стреляли по горловке, погибли гражданские. Прямо за новогодним столом погиб мужчина. Жена его находится в больнице. Нам огня не разрешили открывать все эти дни. По ним. Ну, как только поступит команда, что открыть ответ на огонь. Мы будем стирать их в порошок. И вот, Алхан, как ваши аудиторы могут сделать своим связи? Они могут тебя на контакте найти? Они меня могут найти, приехать сюда в ДНР, одеть военную форму одежды, вступить во внутренние войска ДНР, и тогда они будут со мной на связи. По-другому никак. Меня нет в одноклассниках, нету на фейсбуке, в твиттере, есть страница ВКонтакте, но эту страницу знают только мои друзья. Там нет моих фотографий. Предупреждаю сразу. А можно объяснить тоже, вы всегда с меском, а ну... Еще раз. А вы всегда с меском, Алвен, всегда одеваться маской. Почему как? Потому что я работаю в кругу противника, и ему не обязательно помогать, чтобы он знал, как я выгляжу без маски. Вы прочитали комментарии по поводу вам оленуде, написали, что вы как герои? Ну, я не считаю себя героем. Герои это те, кто служит рядом со мной, вот они герои, я не считаю себя героем. А девочка нарисовала картинку вам, Елена Арслан, вы посмотрите? Да, Елена Арслан нарисовала портреты, я их видел, они мне очень понравились, также мне понравились все ее портреты, кого она нарисовала, это Гиви, Моторова, я очень много видел ее портретов, она очень талантливая художница. Если Елена вам нарисовала, это значит, что вы уже высокий статус? Ну, не знаю, ей виднее, я думаю. Я считаю ее хорошим человеком, талантливым художником, она живет в Турции, вот, мы с ней иногда переписываемся. И последнее, Олхан, вы как любите поют? Вы сам любите поют? Что еще раз? Есть любимые песни? У меня есть любимая песня, да. Вы можете поют? Я ее не могу спеть, потому что это музыка без слов. Ага. Какая музыка? Я же тебе включал ее, Гриша. Да, я помню, классикальный, да? Да, да. Классическая музыка, я же тебе включал ее. Как я тебе могу ее спеть? Ну да, правильно. А как настроены сегодня, последний вопрос? Ну, настроены сегодня. Сейчас мы поеду по своим делам. Сегодня день уже расписан весь, надо заниматься. Вот просто был неожиданный вызов, такой, отвлекло немного от повседневной моей деятельности. Это проверяли, еще раз говорю, информацию. Ну, информация не подтвердилась. Оказалось, что машина полная бензина просто. Человек ее бросил больше, чем на сутки. И местные жители обратились к нам за помощью. Мы проверим. Все. Хорошо. Спасибо, Ольхун. Пожалуйста, конечно. Сейчас я правила Ольхун. А? Правила Ольхун. Правильно, Ольхун. Ольхун, почти, да? Ольхун, это Гриша так зовем, Ольхун. Лысый Ольхун мы его зовем. Он опять где-то проебал шапку, которую мы ему подарили, и приехал опять к какой-то новой шапке. Кто тебе подарил эту шапку? Ну, Ольхун. Нет, я тебе эту шапку не дарил, я у тебя другую подарил. А, это подарок из Николая. А, Николай тебе подарил шапку. Короче, все дарим Грише шапки, он их где-то теряет. Я, наверное, уже где-то склад шапок лежит. Давай поедем туда, Гриша, и посмотрим, или, может, там мне что-нибудь подберем. А, вообще. Давай тогда? Да? Поехали? Давай. Ну, все, ладно, я вечером приеду к тебе в гости. А, вообще. Все, всем пока.